Здравствуйте! С вами Татьяна Андреева, основатель тренингового центра Макси Лидер и соавтор тренинга видеомаркетинг от Ада Яр. Совсем скоро состоится наш онлайн-квест «Как создать продающее видео для вашего бизнеса» ProVideo365. За эти 4 дня, которые будет проходить наш онлайн-квест, мы поможем вам создать ваше продающее видео, даже если вы до этого никогда не снимали видео. Совсем скоро состоится наш квест. Ждите письма, ждите начало. А сегодня я хочу поговорить с вами о том, что волнует большинство тех, кто решил снимать свои продающие видео. И как, естественно, эти проблемы устранить. Самое первое, с чем сталкивается человек, это боязнь технических проблем. Он думает, что для того, чтобы снимать продающее видео, нужно дорогостоящее оборудование, студия, какие-то там технические заморочки себе придумывает. Да, конечно, когда вы будете уже владеть достаточным бюджетом для того, чтобы инвестировать в свой бизнес, тогда, конечно, вы можете брать и дорогостоящее оборудование, и студию. Но, скорее всего, что вы еще, может быть, в начале пути, либо не можете еще позволить себе таких трат. И тогда, конечно же, нужно найти более бюджетные способы, но в то же время, чтобы они точно так же работали. И самый простой способ – это съемка видео на обычный мобильный телефон. Это может быть и iPhone, это может быть и смартфон, любой мобильный телефон. Самое главное, чтобы в нем была камера, на которой вы будете снимать. И какие есть небольшие нюансы, о которых я вам расскажу. Ну, во-первых, когда вы снимаете видео с мобильного телефона, то у него есть две камеры. Одна вот с этой стороны и камера с этой стороны. Но лучше снимать именно на камеру, которая находится сзади, на крышечке. Тогда качество видео будет намного больше и лучше, потому что здесь эти камеры именно и рассчитаны для съемки. Поэтому на это обратите внимание. Второй немаловажный момент – телефон нужно держать вот так. Именно вот таким образом. И тогда ваше видео будет хорошо смотреться на всех устройствах и при загрузке на канал YouTube. Тогда не будет у вас по краям этих черных полосочек. Наверное, вы видели, есть такие видео и по краям черные полосочки. Это происходит из-за того, что именно снимали видео вот так. Мы забываем, что нужно так снимать. Мы снимаем видео только вот таким образом. Держим телефон именно вот так. Ну, либо когда уж он снимает, именно вот так мы его держим. То есть вот этой камерой держим к себе. Второй очень важный момент, то, что очень сильно портит мобильную съемку – это дрожание рук. Невозможно удержать телефон, чтобы он не дрожал. Все равно какие-то дрожания рук будут. Поэтому, ну, либо надо, когда вы снимаете при съемке, прямо вот локти к себе, прямо локти к себе и твердо держать телефон. Но тогда будет напряжение, да, и вам будет неудобно делать съемку. Лучше всего воспользоваться специальными устройствами. Ну, самое простое, что может быть, это селфи-палка. Вы ее выбираете, уже даже с ней, вы, во-первых, руки можете в туловище придвинуть, и уже даже с ней не будет этого дрожания. Ну, смотрите, еще какой важный момент при выборе селфи-палки. Есть те, которые вот заряжаются от мобильного телефона. Вы видите, что вот они со штырьком, который вставляется в гнездо вот сюда мобильного телефона. Но при съемке видео на такую селфи-палку быстро разрядится телефон. И снять длинное видео не получится, буквально там совсем чуть-чуть. Поэтому лучше приобретать селфи-палки, которые имеют блютуз. И тогда вот, ну, вот таким образом они выглядят, не разно есть модификации. Но есть кнопочка вот блютуз, которую вы сопрягаете своим мобильным телефоном, и идет передача данных по блютуз. Такие селфи-палки, вот есть у них специальное гнездо, они заряжаются от того же ноутбука везде, где есть разъем USB. И также в розетку они, что также заряжаются. Поэтому очень удобно. Следующий момент, что еще необходимо приобрести, это штатив. Есть они маленькие, штативы, ну, буквально вот такие где-то, которые ставятся на стол. Ну, и есть большие. Вот покажу вам самый простой штатив для съемки видео. И посмотрите, вот здесь сверху, сейчас даже вам покажу. Вот. Это деталь от селфи-палки, которую можно ее скручивать и прикручивать. То есть вот она скручена именно отсюда. И прикручена вот сюда к штативу. И очень-очень удобно. Сюда вы вставляете телефон и снимаете. Вот она снимается. А внутри вот здесь вот ее можно прикрутить, открутить. И все. Что тут тогда нам позволяет это делать? Ну, когда штатив хороший, мы можем что? Мы можем взять и его наклонить и ставить именно так, как нам нужно в нашем видео. Да, регулировать его по-всякому. Вот. Ну, так как надо, вы так его и ставите. Видите, можно вот по-всяческому его поворачивать. Все. То есть видео обязательно снимаем, ставим на штатив. То есть сюда закрепляем телефон. Ну, таким образом, просто для быстроты быстренько я вам показываю. Это же можно все тоже выставить, как оно будет выглядеть. Все. Вот вы поставили перед собой штатив. И снимаете видео. Дрожания никакого нет. У вас свободные руки. Получается все очень красиво. Это то, что касается, чтобы не было тряски. Дальше. Обязательно нужно продумать свет. Свет это очень важно и особенно важно для съемки на мобильный телефон. Поэтому лучше снимать при дневном свете. Желательно, дневной свет прям с окна бы на вас спадал. Если такого света у вас нет, то можно приобрести самый простой элементарный свет, который продается в магазинах электротоваров. Главное, чтобы он был рассеивающий. То есть есть такие лампы. Свет, уличный свет. И рассеивающим светом. Но обязательно выбирайте белый свет. Не желтый, а именно белый свет. И будет тоже смотреться хорошо. Но на самом онлайн квест, именно в моем уроке, у меня целое первое наше занятие посвящено тому, что я рассказываю, как снимать видео на мобильный телефон. Там я вам еще расскажу. И какие программы можно установить на мобильный телефон для того, чтобы снимать видео. То есть ваш мобильный телефон вообще превращается в камеру. Какие насадочки нужны, какие программки, какие там еще дополнительные инструменты. Причем это все с минимальным бюджетом. Абсолютно с минимальным бюджетом. Я покажу вам там, какой свет я использую. Вот тот свет, при котором сейчас я снимаю. То есть все это на слайды с картинками. Я вам с чек-листами все-все-все это покажу. То есть вы свой мобильный телефон превратите в профессиональную видеокамеру. Даже никто не догадается, что вы снимаете видео на мобильный телефон. Но это будет все на онлайн квесте, поэтому не пропустите это событие. Дальше, какой вопрос возникает? Как загрузить видео в тот же интернет? Здесь есть два момента. Ну, во-первых, если вы пользуетесь социальными сетями, то в том же контакт, фейсбук сейчас есть такая функция, как прямые трансляции. То есть вы можете прямо со своего телефона сразу же вещать в интернет. Потом вы это видео можете точно так же скачивать, редактировать, загружать на YouTube. Делать с ним все, что угодно. То есть там вообще никаких знаний не надо. Включили прямую трансляцию, начали запись. Очень удобно. Ну, допустим, вам нужно загрузить видео на канал YouTube. Как это делать? Ну, можно, во-первых, к телефону обычно идет специальный шнур, который вы подключаете к компьютеру и выгружаете видео сначала на свой компьютер, потом уже с компьютера загружаете на канал YouTube. Но можно сделать еще проще. Наверное, вы видели при загрузке видео на канал YouTube, что есть функция загрузить видео через Google Photo. И сейчас такая возможность появилась. Поэтому я рекомендую вам установить на свой телефон приложение Google Photo. Оно так и называется – приложение Google Photo. И после того, как вы сняли видео, вы можете его выставить так, чтобы оно автоматически загружалось в Google Photo. И потом, для того, чтобы его оттуда загрузить на YouTube, вы нажимаете только одну кнопку – «Импортировать с Google Photo». Все. И ваше видео пошло загружаться на YouTube. Все очень элементарно и просто. Но на самом онлайн-квест я сейчас вам еще покажу программы, которые помогают там редактировать видео, обрезать, то есть еще такие для продвинутых. Но самое простое, это вот, друзья, чем я сейчас пользуюсь, это, во-первых, установила себе Dropbox программу еще и Google Photo. И синхронизирую все свои видео, фотографии туда. Таким образом, и не забивается в мобильный телефон, место там остается. И быстро могу иметь доступ к этим файлам везде, где бы я ни находилась. Очень удобно. И рекомендую вам это же сделать. Итак, с техническими проблемами, я думаю, чуть-чуть мы с вами разобрались. Следующее, что очень сильно волнует всех, кто решил снимать свое продающее видео, это, собственно, о чем же снимать? Какие видео снимать? И здесь тоже, друзья мои, есть у меня вам советы и рекомендации. Ну, во-первых, у вас должно быть несколько обязательных видео для вашего бизнеса. Какие это видео могут быть? Ну, это, во-первых, призывы подписаться на ваши бизнес-страницы в социальных сетях. Обязательно. Вот если вы зайдете на мои бизнес-страницы, вы увидите, там стоит видео с призывом подписаться на бизнес-страницу. Таким образом, вы увеличиваете количество подписчиков на ваши страницы в соцсетях. Нужно видео с призывом подписаться на ваш канал YouTube. Это тоже обязательно, чтобы набирать подписчиков на канал YouTube. Если вы проводите какие-то мероприятия, встречи, презентации, вебинары, вам нужно видео, которое будет приглашать на эти события Вам нужно видео, которое рассказывает о вашей бизнес-жизни Это тоже интересно вашим клиентам Видео, которое рассказывает о результатах и успехах ваших учеников, ваших клиентов Нужно? Нужно, конечно же Вам необходимо видео, которое рассказывает о вашем продукте и показывает его со всех сторон Причем видео, рассказывающих о продукте, может быть несколько Потому что ваш продукт может отвечать определенным болям целевой аудитории Люди же не просто так покупают продукт, они хотят решить какую-то проблему или боль И чаще всего это несколько проблем и боли И на каждую проблему и боль мы пишем свое видео Что еще необходимо, это обязательно, чтобы была снята ваша история О том, почему вы занимаетесь этим бизнесом Почему вы начали этот бизнес, что вас привело Вот это, кстати, будет видео, снятое от души Оно будет самым продающим видео Все мои клиенты, которые сняли такое видео Они все получают практически на автомате клиентов и на протяжении многих лет Поэтому обязательно снимите такое видео, если у вас еще его не было Именно о том расскажите, просто расскажите, поговорите с вашими потенциальными клиентами, партнерами Почему же именно вы занимаетесь этим бизнесом И тогда такие же люди, как вы, с такими же мечтами, целями, желаниями, они придут к вам Ну и еще тоже есть много, для чего нужно снимать видео Это на разные сайты, на разные действительно мероприятия То есть на различные полезные темы Потому что ваши потенциальные клиенты, партнеры, они же, естественно, хотят решить свои проблемы Как они их решают? Они заходят в интернет и ищут решение своих проблем в полезном контенте Поэтому, что вам нужно сделать, это найти ключевые слова по вашей теме Те слова, которые забивают люди в поисковиках и ищут ответы на свои вопросы Например, там, как похудеть, как привлечь партнера в бизнес Как продвигать свой бизнес через социальные сети Различные темы Вы смотрите, чем же интересуются ваши клиенты И видео вы уже снимаете именно на эти темы Зайдите в тот же канал YouTube Самое простое Если вы, например, не знаете сервиса для поиска ключевых слов То зайдите на канал YouTube И просто в поисковой строке начните вбивать какое-нибудь словосочетание по вашей теме И у вас выскочит куча подсказок, какие люди еще спрашивают Посмотрите, какие видео снимаются в вашей нише или теме И вы пишите себе и сделайте то же самое То есть здесь у вас, уверяю, что найдется море идей, на которые можно снимать видео Ну а на онлайн-квест мы еще с вами об этом поговорим Еще один немаловажный момент Это, ну, спрашивают, что у меня мои клиенты Говорят, Татьяна, ну, вроде как все теперь понятно Но остается вопрос Что говорить в этом видео? Да, мы поняли, какие видео надо снимать Но что говорить? На самом деле существуют сценарии и скрипты, по которым снимаются видео То есть, конечно, это не просто так, что вышли и все, что в голову взбрело, сняли Хотя такие видео тоже работают Чем, в общем-то, живее, тем лучше Но есть специальные скрипты, которые действительно берут вашего потенциального кандидата Либо в клиента, либо в партнера, покупателя И как будто бы как за ручку ведут к покупке Потому что если мы снимаем продающее видео То итогом продающего видео должен быть результат Это или покупка, переход по ссылке, подписка на бесплатный курс и так далее И именно существуют специальные скрипты, по которым снимаются эти видео И мы с вами на онлайн-квест разберем такой скрипт, универсальный Он очень простой, подходит абсолютно под любой бизнес Только каждый бизнес его адаптирует под себя И вы, каждый из участников, тоже адаптирует это под себя И будете использовать это и снимать свои видео Участники предыдущего потока, те, кто снимали видео по этому скрипту Им очень понравилось и получили уже многие даже первых партнеров И первых клиентов именно с этого видео Поэтому, друзья мои, не пропустите наши события Эти 4 дня действительно переместят вас из точки А в точку Б Сделают вас абсолютно другим человеком Сделайте себе вызов Научитесь снимать продающие видео Потому что это именно то, что будет продвигать ваш бизнес все следующие года Ведь видео мы снимем один раз Но оно будет собирать вам клиентов И год, и два, и три, и четыре Ко мне сейчас многие обращаются И покупают мои тренинги, курсы Еще с моих давнишних видео Даже с самых первых видео Которые я сняла несколько лет назад Люди сейчас их посмотрели И им понравилось И они хотят стать моими клиентами И у вас будет то же самое То есть мы с вами снимем И создадим продавца Который будет работать на вас 24 часа в сутки До встречи на нашем онлайн квест С вами была Татьяна Андреева Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok